Девушки отдыхают Я спит уже, но посмотрите потом этот ролик, как всегда, выложу его после на YouTube-канале Сегодня, пока еду на тренировку, хочу с вами поговорить о такой теме, которую тоже уже не раз затрагивал Постренировочном питании Именно о том, что и как и когда нужно съесть сразу по окончании тренинга Итак, друзья, давайте сразу же с вами определимся раз и навсегда Какова бы ни была ваша цель избавления от жировых накоплений или же набор мышечной массы И во сколько бы не заканчивалась ваша тренировка, как поздно бы она не заканчивалась Вам необходим мощный резкий инсулиновый выброс Но, обращаю ваше внимание, моментальный выброс То есть нужно будет смотреть на гликемический индекс продукта Не путать с инсулиновым индексом, с другими индексами Потому что именно гликемический индекс продукта показывает, как быстро попадет глюкоза в кровь Как быстро будет выброс инсулина Это важно, крайне важно В первую очередь, по той простой причине, что инсулин это самый мощный анаболический гормон Не нужно говорить о том, что он понижает гормон роста Такие вот умники постоянно мне пишут Друзья, к тому времени, как вы закончите свою тренировку Сделаете свое последнее повторение в последнем подходе Все ваши гормоны уже будут, так сказать, стремиться к нулю И не нужно пугаться того, что инсулин заблокирует ваш гормон роста Такого не произойдет Даже если произойдет, это не страшно Потому что нам с вами важен тот гормон роста Который выбрасывается после засыпания ночью Но вы знаете все, что это только при условии, если вы не поели за полтора-два часа до сна Кстати, не забывайте, что чем старше вы становитесь Тем промежуток времени, между тем, как вы последний раз покушаете и отойдете ко сну Увеличивается Инсулин, помимо всего, это транспортный гормон Именно инсулин, как трудяга такой Тащит все питательные вещества к мышечным и к жировым клеткам А вот то уже, как мы будем манипулировать едой в течение суток Как мы будем строить свой тренировочный график Как мы будем соблюдать режим дня Это все влияет уже на то, куда инсулин понесет эти питательные вещества Размышляя логически Что, кстати, сделал первым и сейчас больше всех пропагандирует, придерживается этого метода Это Лайл Макдональд От него я, в принципе, и узнал об этом Естественно, вы должны понимать, что все это теория Но уже не один мой ученик, ученица, и я сам придерживаюсь этого Работает это И кто бы что вам не говорил Это будет продолжать работать Ведь подумайте, если инсулин – это транспортный гормон У него есть выбор Повести питательные вещества к жировым клеткам или к мышечным Как вы думаете, куда после того, как гликоген в ваших мышцах истощен После тяжелой интенсивной тренировки будут отправлены все питательные вещества Какую сторону выберет инсулин? Куда он переключит направление? По каким рельсам побежит вагончик? К жировым или к мышечным? Естественно, к мышечным, потому что они будут сухими, втянутыми, как губка Готовыми к принятию и кричащими всеми своими фибрами о том, что им не хватает питательных веществ Но сделать это нужно, повторяю, сразу, до заминки Как только вы закончили последнее повторение, последнего подхода, последнем вашем упражнении Это все нужно понимать Никогда вы сделаете заминку, растянетесь, пойдете, искупаетесь Или даже перед тем, как пойдете в душ Или еще, не дай бог, когда вернетесь домой Потому что вы живете в 5-10 минутах от зала Нет, так это не работает Это работает только, если вы будете это делать непосредственно, сразу же Как мы с вами уже договорились По окончании силового тренинга Не нужно бояться, если эта тренировка происходит поздно вечером Это тоже никак не повлияет на выброс гормона роста Вы же все равно затратите определенное время на то, чтобы прийти, приехать домой, искупаться Все равно сразу не ляжете спать Этого времени будет достаточно Самое главное, повторяюсь, это не есть на ночь И я уже в начале рассказал вам о том Что нужно обращать внимание именно на гликемический индекс продукта Почему? Потому что, к примеру, если вы съедите что-нибудь молочное, творог У него как раз таки гликемический индекс может быть невысоким Но инсулиновый, отклик, инсулиновый индекс у него высокий И через 40 минут, как вы примете молочку У вас в организме будет всплеск инсулина Вы должны понимать, что, в принципе, любой продукт, о котором мы с вами можем только говорить Имеет инсулиновый отклик Он может быть замедленным, он может быть резким Он может быть высоким, он может быть низким Чаще всего он не такой высокий, как гликемический Но бывает очень высокий Но самое главное, что вечером мы с вами не употребляем молочку Не употребляем продукты, которые имеют инсулиновый отклик высокий Но замедленный Это тоже очень важно понимать Не нужно бояться, что вы не будете избавляться от жиров Не будете худеть при таком раскладе Если вы будете употреблять быстрый углевод Лучше всего это, если банан Сразу по окончанию силового тренинга Нет, наоборот, это будет способствовать Жиросжиганию Это будет способствовать тому, что вы будете Именно набирать мышечную массу По возможности сухую И будете избавляться от жировой прослойки Особенно, друзья, если вы натурал Вы должны четко придерживаться всех основных базовых правил Понятий для того, чтобы всегда оставаться в форме Возьмем того же Шредера Посмотрите Конечно, это генетический уникум Потому что Посмотрите на его брата Который даже не тренируется Но он не такой массивный Хотя и Шредер не такой большой Но они оба сильные И Шредер старший И Шредер младший Оба сухие У обоих плечи секутся И это, конечно, не умаляет заслуг Александра Что он тренируется Что он пашет Но Не каждому такое дано Даже если он будет Сидеть на более жестком питании Чем тот же Шредер Но питание Определяющий фактор Можно тренироваться По самой лучшей Разработанной богами В программе Но Если вы при этом будете есть мусор Вообще не соблюдать правила питания Ничего хорошего От этого не ждите Потому что Это будет нивелировать Все полезные эффекты Которые могла бы вызвать Такая супер тренировка Вы будете Все равно страдать От того, что Неграмотно Неправильно питаетесь Это нужно очень четко понимать Мы разобрались, да Что банан Лучшее Что может быть Сразу По окончании тренинга Не стоит смешивать его С протеином Как думают многие С белками Или вообще С медленными углеводами Потому что Добавление К быстрым углеводам Любой Другой пищи Медленных углеводов Белков Будет вызывать Изменение Гликемического индекса На его понижение Нам это не нужно Лучше всего Идеальный вариант Это если вы Едите банан И минут через 15-20 Выпьете протеин Или полноценно Поедите Естественно Если это конечно Не поздняя тренировка Закачивающаяся Вечером Практически перед тем Как вы придя домой Ляжете спать Все это нужно понимать Все это нужно Применять Поверьте 6 недель Будет вам вполне Достаточно Чтобы вы Увидели Результат Придерживайтесь Моих этих рекомендаций Вы будете шокированы Насколько они работают Какова фишка Еще Именно И как нужно Максимально Получить пользу От этого метода Нужно Исключить Практически Полностью Быстрые углеводы В течение Остального Периода Суток Особенно Повторюсь Нам не нужны Быстрые углеводы Утром Сразу после просыпания Сразу после того Как вы проснулись И естественно Последний прием пищи А вообще Вечером Если вы жить Не можете К примеру Без фруктов Или чего-то Подобного То съедайте их Как десерт На обед Или на второй завтрак Это будет Идеальный выход Но опять-таки Если ваша Основная задача Сбросить Максимум жира То вы должны Исключить Быстрые углеводы Полностью Из своего Рациона Оставив Только На послетренировочное время Кстати Это хороший прием Для того Чтобы Полюбить тренировку Потому что Вы будете знать Что после тренировки Вы будете Получать Питательные вещества Будете есть То что Что любите А что нельзя И это Будет вас Очень хорошо Стимулировать Очень хорошенько Будет вас Мотивировать На то Чтобы Тренироваться Так что Друзья Все очень просто Все правила В питании Как и в тренинге Очень просты Я не раз Уже говорил Что нужно Ити от простого К сложному А не наоборот Попробуйте И убедитесь Что это Действительно Работает Что это Последняя Фишка Которая Была Изобретена И не забывайте Что именно Инсулин Стал виновником Такого Огромного Роста Мышечной массы Современных Бодибилдеров Именно Инсулин После того Как Дориан Стал его Использовать Поперла Такая Гипермасса Почему Потому что Инсулин Это Самый сильный Анаболический Гормон Потому что Инсулин Это Транспортик Питательных Веществ И Умелое Сочетание Этих Двух факторов Делает Из вас Большого И Сухого Монстра Или Сильную Стройную Красивую Девушку Цели Определяете Вы Ну что Друзья Спасибо Что Смотрели Обязательно Пишите Ваши Вопросы Если Они У вас Появляются В Стационарных Постах Лучше Всего Это Делать У Меня На Ютуб Канале В комментариях Я там На все Вопросы Отвечаю На Интересные Самые Делаю Как вы Видите Статьи Видео Ответы И Можно Писать В группу Вконтакте Я там Тоже Отвечаю В Инстаграм Не Всегда Все Ваши Вопросы Вижу Но Не Отвечаю Никогда На Вопросы Оставленные На Моем Сайте Не Пишите Пожалуйста Вопросы Ваши На Сайте На Сайте Пишите Только Отзывы И Пожелания Спасибо Что Смотрите Увидимся Как всегда В тренажерном Зале Не Забывайте Поделиться Этим Роликом Со Своими Друзьями И Поставить Лайк Если Не Понравилось Что Уж Делать Ставьте Дизлайк Редактор субтитров Корректор А.Егорова